Для любого министра нет более важного дела, как чувствовать систему изнутри, чувствовать систему не только из Минска, но и на территории, в регионах. И, конечно же, ну как не использовать возможность приезда в Брест и не побывать в одном из ведущих вузов региональных наших в государственном университете имени Пушкина и не встретиться, ну пусть если не совсем коллективом, то хотя бы с его отдельными представителями. Открывая встречу, Игорь Карпенко сразу дал понять, разговор будет достаточно конкретный и объективный, понимая, насколько важно для студентов знать и понимать, что их ждет в будущем. В числе обсуждаемых вопросов красной нитью прошла мысль о том, что обучение в белорусских вузах должно быть практикоориентированным. К этому стремится система образования. Сегодня при университетах активно развивается система кафедр предприятий, что дает студентам возможность получать навыки в работе с современным оборудованием и знакомиться с технологиями. На примере педагогических специальностей, а их в Пушкинском университете большинство, алгоритм уже выработан. Многое успешно взятое из опыта советских лет, однако дополнено актуальными для времени изменениями. Студент с первого курса должен уже в своем образовании ориентироваться на практику и ощущение. Если мы говорим о педагогической профессии, мы фактически вернулись к классической нашей форме советского периода, когда уже с первого курса студент, первокурсник окунается в систему практики. Как мы ее тогда называли? Пассивная практика, то есть знакомство со школой, наблюдение, как происходит образовательный процесс в тех временных учреждениях образования. Затем у нас идет практика в детских оздоровительных лагерях, и затем уже непосредственно учебная практика, связанная с конкретной возможностью провести урок, провести какое-то воспитательное мероприятие и так далее. То есть вот эта вся система сегодня выстраивается, и мы в этом направлении приняли очень серьезные меры. В быстро меняющемся мире, по мнению министра, успех во многом зависит от гибкости системы. Дать ей дополнительную возможность совершенствоваться – значит идти в ногу со временем, учитывая особенности и потребности рынка. И это в ближайших планах. Есть, допустим, количество часов на подготовку специалиста, по той же специальности, вот 40% этих часов – это будет так называемая обязательная государственная компания. А все остальное – ВУЗ с заказчиками КАК. Включаем какие дисциплины, сколько этих дисциплин, какое количество часов, экзамены, зачеты, по рейтингу вы будете выставлять, еще как. То есть создать ВУЗ. Это создаст более гибкую возможность для ВУЗов и для работодателей. Кроме того, Игорь Карпенко высоко оценил вклад Брестского ВУЗа в развитие системы образования страны. В приоритете в Пушкинском университете – подготовка педагогических кадров. Профессия учителя во все времена считалась актуальной и важной. Но быть просто педагогом недостаточно. Учитель должен иметь авторитет у учеников, а значит быть личностью. Для учителя очень важны личностные качества. Личностные качества. И вот тут я, молодежь, хочу вам сказать, что личностные качества не приобретаются, сидя за партой в школе, за партой в УЗИ и так далее. Эти качества формируются в социально значимой деятельности. Если бы у вас не было там БРСМ, АСС, Совета, Профсоюза, то их непременно надо было бы создать, чтобы у вас были площадки, мини-социумы, где бы вы себя пробовали в разных качествах. Диалог с министром образования продлился около двух часов. За это время Игорь Карпенко ответил на более чем десяток вопросов. И главный тезис, к которому пришли все участники встречи, студенты должны больше включаться в жизнь университета. Если мы предполагаем, что студенты это только лишь поле влияния, на которое мы вышли с образовательными какими-то программами и пытаемся их воспитать, научить и так далее, это проигрышный вариант. Сегодня студент не просто должен воспринимать знания, которые ему кто-то ретранслирует, он должен активно их добывать, он должен активно участвовать в образовательном процессе, в том числе и в его планировании, в его совершенствовании и в его выстраивании и содержании. Скорее всего, это сделано для того, чтобы и министр понимал, что происходит в университете и куда направлены студенты, и чтобы студенты понимали, к чему они стремятся, и что получение образования это не просто диплом, который будет у них пылиться, а что это значимость не только для самого человека, а для всего государства, что человек будет полезен обществу, будет полезен следующему поколению, и что он – это залог частицы истории.